А вот у вас, я знаю, что вся семья театроведы. Какая-то установка была для маленькой Кати, что нужно вот в эту сторону смотреть или нет? У меня папа театровед, у меня дедушка театровед. И в доме всегда были театральные люди. Дом был всегда нараспашку. И вот эти люди, на самом деле, которые приходили к моему папе, а к нему приходили всегда чудесные люди. И Гриша Горин там, Толя Смелянский, Миша Швидко и так далее. Я не знаю. Просто все эти люди, они были какие-то замечательные. Они были очень веселые, они были очень свободные, радостные. И с ними хотелось рядом жить. Поэтому как-то с детства было понятно, что вообще-то хотелось бы быть в такой среде, как театр. Я отдыхала с бабушкой и с дедушкой в доме творчества композиторов и кинематографистов. И какие-то это были другие миры. И было с детства понятно, что хотелось бы быть в театре. И долго я думала, что я буду прекрасной актрисой. Где-то к восьмому классу я поняла, что таланта нету. Прекрасная актриса из меня не получится. Пошла и закончила малый журфак. А почему? Какой составляющей, по вашему мнению, вот не хватило для актрисы? Не умеете лицедемить вы должны быть? Не знаю. Не хватило, наверное, призвания. Потому что когда я поняла, что у меня нет таланта, у меня не было желания по пять раз поступать, пытаться чего-то добиться и положить свою жизнь на этот алтарь. Наверное, не было внутреннего призвания, на самом деле. Я закончила малый журфак, собирался идти поступать на факультет журналистики в наш университет. И вот тут вот мой папа меня отговорил и отправил учиться в театральный институт. И правильно сделал. Да, ему очень признательно за это. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова